Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Кому молиться, чтобы избавиться от депрессии? Депрессия – состояние уныния, отчаяния, мрачной раздражительности, хандры, часто совместимые с нежеланием жить, с чувством неудовлетворенности своим существованием, с мрачной неприязнью к окружающей действительности и к появляющимся в ней ближним. Состояние действительно мрачное. Можно сказать, что душа, пребывающая в депрессии, обоняет адские испражнения, находится в таком безрадостном предчувствии вечного зла, который может и должен с ней восторжествовать или над ней восторжествовать. Очевидно, что состояние этой родительницы является родителем бесчисленных многих других грехов, не говорим уже о суициде, но и всякое отчаянное стремление развлекаться, не оберегая здоровье собственное, всякие разрывы отношений с ближними и нежелание потерпеть, понести их немощи, различные устранения от необходимой деятельности, которую мог бы выполнять. Вот последствия этой самой депрессии. Правильная потребность найти благодатную помощь в избавлении от этого недуга. Но раз мы сказали, что недуг этот не просто залетевший внезапно вирус, а грех, очевидно, что молитва, которая поможет в этом случае, не столько должна быть обращена к кому-то лично из небожителей, сколько должна она быть покаянной. Именно наша самость, затаённая и недовлетворённая, раскормленная гордость, бывает в человеке причиной таких мрачных состояний. Потому умеющий себя укорить, умеющий оплакать свою бесчувственность окамененную, свою неблагодарность Создателю, свою несострадательность ближним, умеющий увидеть себя причиной этого безотрадного состояния, близок к исцелению. «Хочешь узнать сладость Божьей благодати, — говорит Феофан Затворник, — приметь состояние сердца своего в то мгновение, когда ты, сердечно покаявшись в грехах своих, отходишь от креста и Евангелия, сподобившись разрешительной молитве от священника. Вот ты ещё не вернулся к своему обычному образу жизни, ещё не вернулся к какому-то сознанию текущих и грядущих забот, но только лишь поисповедовался, но только лишь сподобился услышать, «Я с недостойной иереей властью мне данный, прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих», вот в это мгновение ты непременно увидишь в сердце своём луч света, «Сияющий с небес и просвещающий тебя от всех наваждений, от всякого мрака и отчаяния». Проповедником радости непрестанно является, несомненно, апостол Павел. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите, сия есть воля Божия о нас». Некоторые скажут, «Я потому и унываю, что не знаю, какова воля Божья обо мне, исполняю ли я её, нужен ли я кому-нибудь в этой жизни, Создатель помнит ли меня?» Да подтвердится в твоей жизни опровержение всех этих опасений, понуждением самого себя к благодарению, не только за все блага бесчисленные, которые непрестанно с нами, если мы ещё находимся на пути этой жизни, но и за самые скорби, которые также, являясь горьким, но необходимым лекарством, по промыслу Божию сопровождают нашу жизнь. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите, сия есть воля Божия о вас». Именно так себя побуждая действовать сердечно, мы возвращаем в себе и бодрость, и чувство полноты бытия, и улетает без следа та хандра, те тёмные тучи, которые душу тиранят, которые на душу нашли, как посторонние, враждебные ветра, как несвойственное ей, по образу и подобию Божию созданной, несвойственном ей состоянии. «Радуйтесь, и пакерику радуйтесь», – говорит тот же апостол Павел. «И мы в скорбях, превышающих наши силы, в себе имели как бы приговор к смерти, уповая на то, что Бог и мёртвых воскрешает, и таким образом не унывали и в обстоятельствах отчаянных, там, где не оставалось, кажется, и надежды по-человечески выбраться из постигших нас скорбей, страданий, предательств, гонений, откровенных намерений врагов погубить. Сорок иудеев договорились не есть и не пить, пока не убьют Павла. А он, по-детски сев в корзину, был спущен в Дамаске за окно и таким образом оказался за стеной города и избежал той, кажется, неминуемой гибели, которая была ему предуготована христоненавистниками. Когда апостол Павел начинает в некотором восторге, радости о Господе хвалиться, как счастливый человек пересказывает, почему он счастлив, то, говорит, чем похвалюсь, только немощами моими и тем, как в них оказался непобедимым и сделал меня непобедимым Господь мой Иисус Христос. А среди язычников я не знаю, что я не сотворил великого, впрочем, не я, но сопутствующая мне благодать. О чем, видя печальное поколение свое, молились преподобный Серафим Саровский, Силуан Афонский. Да познают Тебя, Господи, Духом Святым все народы земли, Духом радости, Духом благочестия, Духом совета, Духом кротости. Да сподобит Господь стать нас причастниками в божественной благодати. Это и есть елей радости, которым оказались снабжены мудрые девицы и не успели приобрести, когда пришел уже смертный час, безрассудный. Так что надо искать эту воду радости, скачущую в жизнь вечную, у источников божественных. А эти источники не где-то вдалеке, а возле твоего собственного сердца. Потому молитва покаянная, потому забота о ближних с усердием, потому исполнение прочих заповедей Божьих, привидимой их кажущейся, их тягостности, становится причиной тихой и светлой радости на сердце. И напротив, самоугождение, отчуждение от таинств Матери Церкви, отчуждение от молитвы ко Господу, становится причиной того трагического состояния, о котором вопрошает наш корреспондент. Да поможет нам Господь утвердиться в благодарственной к Нему молитве, и тогда радость никогда не покинет наши сердца. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.